Доброе утро, уважаемые телезрители! В эти дни, когда в нашей Церкви произошло торжественное, радостное событие Великого Освящения Храма-Памятника, еще одно событие, синодальное решение о разрыве евхаристического общения с Константинополем в связи с событиями на Украине, вызвало тревогу и беспокойство у многих пастырей и многих-многих простых верующих мирян. Но вот что интересно, каждый, считающий себя маломальски, разбирающимся в церковной жизни, начинает толковать и интерпретировать создавшуюся ситуацию по-своему. И в этой связи на ум мне не перестает приходить фраза Христова. Фраза, которую мы слышим в Евангелии от Матфея, в 16 главе, 18 стих. «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Слова эти очень часто понимали упрощенно, буквально, понимали как некую гарантию непрерывного успеха, роста, благополучия и процветания христианства. В этих толкованиях был часто привкус исторического и даже духовного квиетизма. И сегодня мне желанно объяснить этот евангельский отрывок. Но прежде о квиетизме. Название течения происходит от латинского «quies» – «покой». В основе вероучения квиентистов представление о том, что высшее христианское совершенство состоит в сладостном божественном спокойствии души, невозмущаемом ничем земным. Квиетизм провозглашал идеал пассивного подчинения воле Бога, вплоть до требования быть безразличным к собственному спасению. Вот это неортодоксальное и мистическое течение в католицизме, возникшее в XVII веке, было осуждено как ересь. Так вот, вновь давайте возвратимся к словам, которые мы слышим в Евангелии от Матфея. «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И как мной уже говорилось, слова эти очень часто понимали упрощенно, буквально, понимали как некую гарантию непрерывного успеха, роста, благополучия и процветания христианства. «Как будто в Евангелии не записано других слов об оскудении веры и любви, о бесконечной трудности узкого пути, ведущего в Царство Божие, о мощи демонических сил в мире». И вот в Евангелии от Луки, в 18 главе, 8 стих, мы читаем. «Но Сын человеческий придя, найдет ли веру на земле?» Этот квиетизм, это нечувствие соприродного христианскому благовестию трагизма в отношении судеб мира и человека слишком часто усыпляли в истории и усыпляют в нас, христианах, чувство ответственности, а также то напряженное внимание ко времени и срокам истории, которое было так сильно у первых христиан. Веками создавался тип благополучного, самодовольного христианина. Веками христианство переживалось не как огонь, который Христос пришел низвести на землю, очищающий, переплавляющий и обжигающий огонь, а как некая самоочевидность, как один из необходимых устоев, столь же бесспорный, как всевозможные ценности, накопленные человечеством в процессе исторического развития и ставшие предметом школьного изучения и преподавания. Да, конечно, во все времена были, во все времена сияли и прорывы в этот огонь, его свет и жар обжигали святых, праведников, безумцев, которых весь мир не был достоин, как говорит апостол Павел. Но и их научились быстро, выражаясь современным языком, утилизировать, как помощников, заступников, покровителей, но не как призыв и суд. Но вот, когда стал рушиться и обваливаться этот так называемый христианский мир, полный неравенства, лицемерия и самодовольства, благополучные христиане, давно уже забывшие слова апостола Павла о странниках и пришельцах, не имеющих здесь пребывающего града, но грядущего взыскующих, первыми стали везде и всюду видеть Антихриста, вещать о кончине мира, обличать, проклинать и ненавидеть. Из священного быта в панический апокалипсис, не распознав, что именно их собственный вековой сон, их неспособность увидеть во всей истории мира борьбу двух царств, их привычка к христианству и есть причина обвала. Не научившись любить, такие христиане замыкают себя в патетический протест, столь же бесплодны, как то нереальное прошлое, которое они возвели в абсолютное мерило всего. Такова одна установка в современном православном мире. Ей противоречит другая, тоже корнями своими уходящая туда же, в то же, но только иначе обмерщенное христианство. Это установка соглашателей. Всех тех, кто думает, что христианство полезно и может стать еще полезнее при условии его некоторого приспособления к текущему моменту. Конечно, это не первоочередная ценность, но на своем месте, в некой программе или идеологическом манифесте, или синодальном решении, или еще при перечислении незыблемых духовных ценностей. Почему же не упомянуть и о христианских принципах, христианском вдохновении и евангельских основах? И вот, с одной стороны, апокалиптика растерявшихся бытовиков, с другой, плоский реализм идеологов будущего мира, скучного, как все идеологии. И вот в этой удушающей, скучной дилемме, созданной двумя этими установками, хочется хотя бы намекнуть, не объясняя и не разжевывая на то другое, без чего все разговоры о религии звучат нестерпимой фальшью. Это другое можно назвать по-разному. Здесь все слова приблизительны. Это радость веры, это огонь пятидесятницы, это свет и полнота Евхаристии, это свобода знающих истину, это какое-то предчувствие, предвосхищение того, что не видел глаз, не слышало уха и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Кстати, это слова апостола Павла в его первом послании к Коринфянам, 2 глава, 9 стих. И вот не думается, что давно уже принято мистику выделять в какую-то особую сферу религии, в некую религиозную специальность. Но по существу, и это нужно сказать со всей простотой, религия и есть мистика. И там, где нет хотя бы бесконечно малой доли этого священного безумия, этой радости, несравнимой ни с какими другими радостями, и жажды, которую ничто в этом мире никогда не утолит, там нет религии. А есть только скучная земная карикатура на нее. Религия – это встреча с живым Богом. И эта встреча не может не быть смертью и воскрешением души для новой жизни. Но только обретая эту свою подлинную мистическую природу, только снова и снова погружаясь в радость и огонь царства, вера оказывается по-настоящему полезной миру. Зная, что мир возле лежит, зная всю силу демонических сил, восставших против Бога, всю бесконечную тяжесть ненависти, злобы, вера радостна и свободно побеждает их. В этой связи буквально несколько слов на злобу дня. Сегодня на наших глазах печальный пример Украины, где малая трещина, образовавшаяся в результате вмешательства человеческой воли, грозит привести к духовному сдвигу на уровне тектонических плит. И мы знаем, что у любого землетрясения есть жертвы и разрушения. Нам же, белорусам, нужно быть бдительными в духовном плане. У нас есть духовное наследие предков, и его надо беречь. Храм-памятник, освященный в эти дни, современник государства Беларусь, его духовная ось, его историческое обоснование единства и братства, его символ независимости. Освящение главного престола, храма-памятника в честь всех святых, в день покрова Божией Матери, это еще один повод попросить причистую сберечь наш народ от духовной засухи, покрыть его благодатью и любовью Христа. Храм-памятник теперь цельно в своем завершении запечатлевает вклад всех поколений белорусов в нашу сплоченность, мир и спокойствие, которые достигались духовным и героическим подвигом миллионов людей. И мы, их потомки, не можем позволить себе продешевить, начать раздоры и вновь допустить противостояния, а то и хуже, не дай Бог, гибель людей. Только мистику, как мною было сказано прежде, то есть духовно зрячему человеку видны по-настоящему судьбы мира и тайна Божественной любви. И если по-новому вслушаться в древние и привычные слова Церкви, если научиться опять ее языку и ее понятиям, то можно услышать, что в них вечно звучит призыв к каждому из нас и ко всем нам одинаково обращенной. призыв искать единое на потребу, но в этом едином обрести и получить все Бога, людей и мир. Сейчас как никогда следует помнить, что не воля человека правит миром, а промысел Божий. Нужно уметь посмотреть духовным взором на происходящее. Если где-то мы замечаем нестроение, то это не повод городить преграды и возводить заслоны. Это значит, что мы должны усилить молитву и пост и просить премудрость Божию покрыть любовью все распри земного измерения через прежде всего наше христианское отношение друг к другу, через свое служение людям. Административная деятельность церкви совершается людьми. И важно, чтобы все решения принимались в лучах любви Христовой. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин